В 10 лет, вернувшись домой с котенком за пазухой со школы, я рогом уперлась в то, что Карабас будет жить с нами. Первые минут пять мама сопротивлялась, потом лишь спросила, почему именно Карабас. «А ты посмотри, какие у него усы большие», — восторженно сказала я и потопала к себе в комнату, обнимая котенка. Так началась наша история, которая продлилась довольно долго, 18 лет. За это время была все первая любовь, двойки по контрольным, ссоры с родителями в подростковом возрасте. Учеба в университете, свадьба, развод, вторая свадьба, куда удачнее. Все менялось очень быстро, только один Карабас неизменно каждый день щекотал мое лицо своими усами. Но, увы, мой кот оказался не вечным, совсем захворал, когда ему исполнилось 18 лет. Я совершенно не знала, что делать, не знала, как лечить, как кормить и поить, как ухаживать за ним. Муж подошел к этому с более холодной головой, предложил и убедил меня в том, что его нужно в вет, стационар положить. Что никто ему не сможет помочь лучше, чем там. Так и сделали. На следующий день я ложусь спать, ведь завтра на работу, надо выспаться. Посреди ночи чувствую, как кот ложится мне на грудь, чувствую его тяжесть, чувствую шерсть, даже дыхание, все чувствую. Открыла глаза и приподнялась, никого нет. Утром я узнала, что это была последняя ночь в его жизни. Прошло уже много лет с того момента, но я до сих пор уверена, что в ту ночь он просто приходил прощаться. Люди, которые никогда не имели животное дома и никогда не хотели его завести, вряд ли смогут понять ту боль утраты, когда питомец проживает свои век. Для некоторых жизни питомцев совершенно справедливо приравнены к жизни человека, и в этом нет ничего удивительного, так как питомец может быть весомой частью нашей жизни.